Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге Великие Музеи Мира. Альберт Таккер. Клоун. 1943 год. Фанера масла 56 на 76. Альберт Таккер родился неподалеку от Мельбурна в семье простых рабочих. Мальчик рано проявил склонность к рисованию и родители хоть и с большим трудом сумели предоставить ему возможность посещать занятия в школе дизайна при Национальной галерее Виктории. Между тем обычную гимназию Таккер сразу же возненавидел и в 14-летнем возрасте навсегда оставил попытки получить среднее образование. Он стал подрабатывать художником в различных издательствах, экспериментировал со всевозможными стилями и вскоре познакомился с некоторыми мастерами живописи. Особенно влияние на него оказали прибывшие в Австралии молодые художники-иммигранты Бергнер и Василий. Их депрессивный примитивизм поразил творца и он отчасти перенял манеру новых друзей. Помимо этого Таккера увлекали все модернистские течения. Скоро он выработал собственный стиль. Однако работы, выполненные в этом ключе, мало интересовали публику. Признание живописству принесло знакомство с щитой меценатов Санди и Джоном Ридом. Именно они ввели его в круг австралийских художников-модернистов, а вскоре Рид стал редактором их программного литературного журнала «Злые пингвины». Картинный клоун относится к новому этапу творчества мастера. К этому моменту он демобилизовался из национальной армии и теперь во всех его произведениях появились вполне определенные идеи. В своих образах художник пытался выразить современное зло, к которому относил все связанное не только с войной и насилием, но и с политической и социальной ситуацией. Клоун, прикрывающий зловещую улыбку олиповатыми руками и галерея зарешочных окон, уходящие выдали, здесь очевидно имеет политическую подоплеку. На это указывает и сиреневатый ромб на лбу персонажей. В центральных областях Австралии, а также на востоке страны, в творчестве коренного населения преобладали разные стили условного геометрического искусства. И эту фигуру обычно связывали с обрядами посвящениями и различными тайнами. Позже, побывав в Японии и увидев последствия атомной бомбардировки Хиросимы, живописица еще больше укрепилась в своей творческой идее. Проведя следующие 13 лет в Европе, Такер получил мировое признание, как австралийский художник-модернист, демонстрирующий человечеству мировое зло. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе Альберта Такера «Клоун. 1943 год». Пока-пока. До свидания.